Первое весеннее тепло дозволило почать сбор бярозового соку. Юнакты у нас уже идти в Солигорским и Стародорожским лязгасах. Удалось ино запасить больше за 150 тонн витаминного продукта. И поступово сезон сбору почнуть в каждом районе Минской области. И у сего лязгасы плануют нарыхтовать омаль 4 тысячи тонн. Первый бярозовик покаштовал Ян Пашкевич. Как только сходится снег, в этом гае под дровами заявляются не грыбы, а вот такие специальные пакеты, в которых и трапляет бярозовый сок. Потом эту щелину замажутся в конце сезона сбора соку специальной сумесью, чтобы дрова больше не губляла вильгать. Такие витаминные сведровины в этом лесе заявились омаль на каждом полосатом дрове. Первые соковитые ручейки потекли во всех паудневых районах в области. Надрез делается. Длина надреза 12 сантиметров, не более 12. Глубина не менее, не больше 4 сантиметров. Старательно по оси угол соблюдать, чтобы все нормально было. Только в этом гае зверя штрог с половой сотень бярозовых крынец. Заденья не дают коля 12 тонн корыстного напитка. На запасе с весеннего фреша мясовые жахары проезжают сразу в бярозовый оазис. Сбирать бярозовый сок можно только со сталых древ за 5 годов до их высечки. При сборе шлясного нектара уличивается каждый день. Когда у бярозы появятся первые листья, рух в соку завершается. В среднем с березы собираем за сутки 30-40 литров. Планируем, конечно, в краткие сроки, так как продукт такой скоропортищий. Планируем в краткие сроки собрать максимальные объемы. Быстро тепло не пришло, влаги хватает. Поэтому я думаю, что в этом году мы свои задуманные планы выполним по объему заготовки. Для спожилцов, которые захочут набить сок у лесгаса, литр прозрастного напитка будет каштовать 12 копеек. Больше же сок у лесництвы накируются на предприемстве для перепроцовки. Белорусский бярозовик уже ждет в России, Германии, Великобритании и США. Ян Пашкевич и Юрий Сахадзе. Агентство Телена Вин.